Все говорят, что вы знакомы с людьми из криминального подполья, то есть раньше были якобы близким другом, например, Вячеслава Иванкова. А действительно ли это так? Только почему они подпольные, то я не могу понять. Ну, везде написано, во всех газетах, например, Вячеслав Иванков поменялся как вор в законе. Да, он не отказывался. Ну да. Да, он был моим другом, да. То есть, а вы не считаете, что он был из криминального подполья? Конечно, он в законе был. Ну и что? Друг мой был, да. И что? Да, был другом моим. А был ли момент, когда у вас была возможность стать вор в законе? Нет, я и не хотел. Не хотели? Нет, я и преступлением не занимался, кроме как карты играл. А то, что дружить, это не значит, что вы обязательно будете таким же, как он. Понимаете, да? Если я дружил бы, допустим, с телевизионщиком, я же не стал же телевизионщиком, правильно ли? Редактором, а? Ну, если вы говорите, что вы не хотели, имеется в виду, что у вас была такая возможность потенциальная. Что? Если вы говорите, что вы не хотели стать вором в законе, это значит, скорее всего, что у вас была такая возможность потенциальная. Не было. Ну, вот видите, что значит менталитет. Даже вот говоришь, вы понимаете, не так. Ну, это вот и есть менталитет, понимаете, да? Это очень тяжелая вещь объясняться вот так. Скажешь не так, они понимают. Значит, у вас была возможность, не было такой возможности. Я говорю, это и есть менталитет, вы понимаете, да? Разговаривать тяжело. Вот по телефону говоришь одно, а вы понимаете по-другому. Вы понимаете? Не было у меня возможности, я не хотел им быть и никогда не буду им. Понимаете, да? Я поэтому хотел уточнить. Да, вот я вам говорю, просто я дружил с ним. Дружил, я его знаю очень давно. И знаю, когда он еще занимался борьбой. Вячеслав Кириллович. Был молодой парень. Потом он стал вором, сидел в тюрьме там и так далее. И так прочее. Он очень высокопорядочный человек. Он показывал свой характер. И человек вот таким стал Кирилловичем. А где вы познакомились? В Москве. В Москве в 67-м или 68-м году. И с тех пор поддерживали отношения? Ну, поддерживали. Он 10 лет в Америке жил, до этого 10 лет сидел. Какие отношения? Ну, да, выходил, общались, встречались, радовался. Разговаривали много с ним. Мне интересно было с ним общаться, потому что он очень интересный человек. Много сидел, много читал. Начитанный. На все темы мог говорить. С такими людьми интересно общаться. Он вроде бы тоже хотел книжку писать. Говорил во всяком случае. Ну, он бы, может быть, и написал. Но, видите, он... Потому что был бы в законе, может, и нельзя по статусу. А вот убийство Иванькова и потом деда Хасана. Что вы об этом всем думаете? То есть идет какой-то переделок? Честно я вам скажу, я об этом ничего не думаю. Уже столько людей убили, столько людей не нашли, кого убили. Ну, что думать? Лучше не думать об этом, спокойнее будешь жить. Вот поверьте мне. А сейчас ситуация изменилась по сравнению с 90-ми? По сравнению с 90-ми ситуация изменилась? Ну, конечно, что вы говорите. Конечно, изменилась. Ну, что, сегодня тех... Я жил в 90-е годы, я в 89-м году уехал за границу. И 15 лет прожил за границей. Я все эти ситуации смотрел по телевизору. Каждый день убивали, каждый день убивали. И после этого мне говорят, ты русская мафия. Здесь убивают, я там живу, а я русская мафия. Чем же я русская мафия? Да, а вы сначала в Германии жили, да? В Германии жил, потом во Франции, потом в Италии. А вы там каким бизнесом занимались? В каком-то интервью говорили, что с западной группой. Да, да, в Германии занимался западной группой, войск бизнесом, да. А потом занимался с Россией поставками из Франции, уже занимался продуктов, поставки продуктов питания. А вот западная группа войск, там просто расследование было по этому поводу? Я не участвовал, я без расследования. Там говорили, что у вас была компания Пиквикс, что-то... Ну, это не у меня, это у моего партнера было. Я ему помогал, так что я сам лично, как бы... И что там Кобзон еще участвовал тоже в этой западной группе? Да, да. И что? У него тоже там расследование? Ну, вот Московские новости пишут в 1994 году, что там Кобзон, значит, через границу чемоданы возил денег. Кого? Этого я не знаю. Со мной он такие деньги не зарабатывал. Больше того, Йосиф никогда со мной, мы с ним не зарабатываем денег, мы друзья. Я с друзьями не зарабатываю денег. Вот, как вы говорите, с Кирилловичем, Вячеславом Кирилловичем. Я с кем дружу, я и не зарабатываю. Ну, есть свои бизнесы, свои какие-то люди, которыми я делаю бизнес, которые понимают это. Понимаете? А вот про эту западную группу, там еще был такой роман Фрунсон? Фрунсон, да. Фрунсон, вы с ним тоже были знакомы? Ну, конечно, я с ним с Москвы был знаком. Потом его вот убили в Испании. Да, да, жена его убила. И вас из Германии выслали, и за что? Меня из Германии не высылали, я из Германии сам уехал. Меня с Парижа высылали. А с Парижа за что? Ни за что. И даже не объяснили. Кстати, правда ли, что вам помогал в Париже купить квартиру Аркадий Гайдамар? Он только что здесь был, кстати. За пять минут до вас ушел. Ровно за пять минут. Жалко, что не встретились. Помогал, как помогал. Опять он помогал, что он французский знает. Но не материально. Конечно нет, но материально он может тебе помочь. У меня свои деньги были. Что значит помогать? Его адвокат, месье Гольднадель, просто говорил, что у вас были поверхностные отношения, но что какие-то незначительные суммы он давал? Ну, потому что я ему здесь давал. У него здесь бизнесы были, я ему давал рубли. Он платил здесь зарплату. Вы же помните, в 90-е годы ни банков, ничего не было. Я ему давал здесь рубли, а он мне там давал ихними деньгами, на которые я. А как вы сейчас относитесь к его приговору по ангольскому делу? Да, нет, ну он сам такой человек. Он выигрывает и судится все время. Я его просто делал не знаю в Анголе. Я знаю, что он туда ездил, кофе продавал или что-то такое. Он дружил с этими неграми. То есть сейчас он тоже не может выехать, потому что у него приговор во Франции. Из России он не может выехать, он не знает? Это я не знаю. Это я выехать он может, он не может. Он ездит в Израиль почему. А он в Израиле? Да. Ездит, по-моему, круглому. Во Франции там просто была уже апелляция, и вроде подтвердили. Ну он выигрывает, он все суды выиграл еще. У него мощный адвокат, и что? Ну он большой бизнесмен, а большие бизнесмены всегда с проблемами. Там не доплатил, там не дал, там это, вы знаете, что это такое. А вот эта квартира в Париже, правда ли, что там рядом жила Софи Лорен? Да, на моей улице не только Софи Лорен. Там посольство Италии, там Саддам Кусейн жил. А вы встречались? Там Арно жил, там Спиваков живет рядом. Все живет. Не, а что ты, кто там? Ну в кафе, ресторану встречай. Я же не буду, я твой сосед. Подбегать правильно, нет? Сейчас там в этом 16 округе, ну наверное не на этой же улице где-то, еще там квартира Тимченко, там. Ну может быть, я же 10 лет не ездил там. Какой 10? Сейчас 13 лет не ездил. А вам не жалко? Жалко, а что я могу сделать? Как не жалко? Еще как жалко. И квартиру там вы в итоге продали? Нет, она есть так закрытая. То есть вы надеетесь, что все-таки... Я не надеюсь, просто я не умею продавать. Так что я что-то еще не умею делать. Ну а по поводу вот вашего дела, вы надеетесь, что оно как-то закончится? Нет, никогда не закончится. Они наоборот усугубляют. Вы не видите, из мухи слона делают. Они всех выпустили там. Вы в курсе хоть? Еще? Да. Этих 30 человек. По-моему, только один вот этот сидел. Вадим. Вадим сидит у них. И то хотят вот сейчас выпустить. Есть вопрос? Да, есть. А вы официально в розыске у Интерпола, да? Наверное. Да. А тем не менее вы здесь спокойно живете. Как вы видите, да? Да. И российский Интерпол не будет помещаться в вашей жизни. Так считается? Вы унивспали. Как я могу вам это отвечать? Я же это не знаю. А вы не боитесь? А чего вы мне боятся? Что я нарушил? Ну да, ну просто, насколько я понимаю, Интерпол обязан вас задерживать. Если вы в розыске... Ну вот, я же живу, видите, живешь там. Вы позвонили, я пришел. Ну что, я как могу на эти вопросы отвечать? Он обязан, заберите меня, да, сказать мне? Ну что я должен сказать? Я просто спрашиваю. То есть вы не боитесь? А что меня боятся? Я считаю, что я не нарушал ничего. Официально они считают, что вы... Ну допросите, решите. Это же... Вы же обвиняете меня. Вы приедете, допросите меня, скажите, в чем я виноват. Я вам скажу, что я не виноват. Ну что? Я 10 месяцев сидел у вас в тюрьме. Если виноват был, посадили меня... Объяснили, в чем я виноват. Вы же мне не объяснили ни разу. Я за 10 месяцев, мне только спрашивают. Вы организовали солнцевскую мафию, вы мафия, кто вот... Вот какие вы вопросы мне задаете, вот такие вопросы задавали. И не более. Французская пресса писала про солнцевских и про похищение людей за выгод. Да, вот, пожалуйста, вот такие глупости у меня спрашивают. А где, где вы арестовали за цигурное катание, а спрашиваете людей украли. Кого я украл? И найдите человека, найдите где-нибудь. Как я столько преступлений надел? И наркотики продавал, и людей убивал, и украдывал, и все. Ну где, поймайте меня хоть раз. Я вот он, хожу. Что я сделал? Приведите мне, кого я украл. Кого я убил, найдите. Где, какие наркотики? Я не пью, не курю. Это, наверное, сложно доказать, да? Почему сложно доказать? Почему сложно доказать? За два дня доказывают. Как не доказать? Террористы взорвали, за пять минут доказали. Чего сложно доказать? Если ты это делал... Принадлежность какой-либо, мафия. Вот у нас сейчас... Если это ты делал, тебе тяжело. А если ты не делал, как тебе докажут? Вы тоже на их не старее. Вы так думаете, что я их не трю, и здесь сижу. Вы молодец. Сложно доказать. Ну, что, что, доказать? Легко доказать, если ты сделал. Что, нет? Вот это вопрос стереотипов. Нет, вот смотрите, про солнцевскую мафию, например. Сейчас же некоторые люди, которых относили к солнцевской мафии, сидят, но только не в тюрьме, а в Госдуме. Получается... Ну, и что получается? Ну, как вы к этому относитесь? Послушайте, вот дайте я вам на этот вопрос как раз отвечу. Послушайте, что значит солнцевая мафия? Такого не бывает в России, солнцевая мафия. Было время 90-х годов, беззаконие, согласны со мной? Где ни один закон не работал. Молодежь вышла, у них отняли спортзалы, у них отняли всякие организации, пионерские, консомольские, там еще так далее, секции всякие, боксов, это, все отняли. Этим молодым ребятам некуда было идти, 20-летним. Согласны? Они вышли на улицу, двор, улица, пошли, пойдем у того отнимем. Вот так эта эпидемия перешла всем. Эти люди занимались эти 2-3 года, пока было беззаконие, вот этими рэкетами, конкретными рэкетами. Эти люди сегодня очухались, пришло время, когда люди осознали, там их или в армию, или закон поменялся, немножко пришли в себя, выросли. Другие люди, они сегодня правильно и попали в Госдуму и так далее. Они больше пережили, чем любой другой, вы понимаете, что это значит мафия. Если мы будем так говорить, мы никого не воспитаем, мы молодежь потеряем всю. Так нельзя говорить. Это было время, это было у американцев такое время, везде, когда они работали с законом. У Америки был сухой закон, там люди воспользовались этим временем, понимаете, да? В каждом свое время кто-то воспользуется, очень талантливые, как бы люди смышленые так, понимаете? Согласна? Да. То есть вы за какую-то амнистию, что ли, по этим давним делам, и может быть тоже поэтому... Послушайте, амнистии за преступление, если серьезно, не должно быть вот такой, как вы говорите. Вы тоже меня до конца не понимаете. Нет, я фигурально... Прошло время, я вам объясню, эта молодежь выросла, молодцы, все шухарят, все что-то делают, не понимают молодые, недопонимания идут в какие-то стихи. Но потом, когда если человек осознал, пришел в себя, даже, допустим, его посадили, он отсидел эти свои два года, три года за какой-то хулиган, вышел и осознал, почему его должны все время укорять этим, что вот он такой был плохой. Он исправился, он передумал, это жизнь. Жизнь-то есть 60-50 лет. За это время человек может пережить тысячи вариантов всяких ситуаций, правильно, нет? Моя ситуация. Меня в 1972 году судили за нарушение паспортного режима. В 1985 году за тунеядство. Послушайте, этих статей сегодня нету, а я в списке трижды судимый, это судимый, биографию всю мою попортили. Этих статей нету. И это что за преступление? Объяснительный. Анженаке, расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Вот многие знают... Да все знают все. Я уже сто раз объяснял. Ну что одно и то же рассказывать? Я уже сто раз рассказывал про свое детство. Все мое детство прошло в футбольной команде. Какое детство у меня? А вот родители, кем они были? Врачи были. Ну я же пишу книжки. У меня же в книжке все написано. Ну что одно и то же рассказывать? Я же рассказывал уже это все. Скажите, вот это правда, что вы смогли Майкла Джексона к своей дочке в качестве подарка привезти? А как вам это удалось? Не в качестве подарка. Просто пригласил. Я в 93 году приехал в Москву. Жил в метрополе. Шли сильные дожди. И я смотрю, Майкл Джексон мается. А они все ждали, когда Ельцин пригласит его в Крым. Это первая его поездка была в Москву. Погода нехорошая была. До концертов еще как-то оставалось 2-3 дня. Он заранее приехал. Ну я его менеджеру предложил. Я говорю, может быть, вам не жалко его стало? Он приходит, маится бедный Майкл Джексон. Давайте я вас отведу в балетную школу. Может быть, ему это интересно будет. Менеджер говорит, а когда он мне? Я говорю, подожди. Когда я узнаю? Я позвонил Головкиной Софии Николаевны тогда. Она была директором школы. Я говорю, София Николаевна, можно, как вы считаете, если Майкл Джексон приедет к вам в школу? Ты что, смеешься? Я говорю, нет. Я ей объяснил ситуацию. Она говорит, Аля, когда? Я говорю, когда вы можете? Давай завтра в 5. Я прихожу, менеджер, завтра в 5 сможете? Он говорит, да. Вот так вот я привез. А как дочери понравилось? Конечно, не только дочери. Всей школе понравилось. Это в принципе глобально получилось, что я привез как для дочери. На самом деле, я, конечно, делал это уважение дочке своей. Продолжение следует...